здравствуйте с вами канал поповское подворье меня зовут екатерина сегодня мы с вами будем солить сало это лучший рецепт засолки сала который я пробовала поскольку мы держим свиней я перепробовала очень много рецептов засолки сал и это лучший рецепт который только может быть это гостовский рецепт гост 38 года его я нашла совершенно случайно на страницах одной из очень интересных книг но этот рецепт я решила немножко доработать я посолила так как написано в книге строго по госту и у сала получилось немного жесткая шкурка и потом я вспомнила что моя тетя солит сало немножко по-другому и вот я доработала рецепт и получился просто изумительный рецепт сала предлагаю вам тоже его попробовать итак для этого нам потребуется сало сало здесь можете брать любое можете брать прослойкой можете брать с мясом можете брать белое здесь абсолютно без разницы в этот раз у меня сало вот с таким небольшим мясом она у меня уже порезана порционные куски видите что куски достаточно небольшие потому что я режу сало специально для того чтобы засаливать его потом переносить банки в трехлитровые банки и далее хранить это сало мы солим для себя но также мы солим на продажу и сало получается безумно вкусным и ароматным и так берем сало можете брать сколько угодно здесь расчет идет не на количество сала на количество воды то есть у меня здесь сало где-то килограмма 2 ну вот она в среднем вы видите да нарезаны кусками под трехлитровую банку чтобы проходила в горло банки здесь прослойки мясной нет но сверху есть мясо вот оно такое сало сало мы берем моем счищаем со шкурки все же на что нам не нужно и я вот здесь тоже чистила все у меня сало уже мытое почищенное промытая и готовим рассол не маринад а рассол мы берем воду холодную ставим ее на плиту и воду доводим до кипения в кипящую воду мы засыпаем сало мы ставим кастрюлю на плиту в кастрюлю наливаем воду рассчитывайте примерно из количества сала у меня здесь два килограмма сала я поставила где-то на килограмм сала ставлю литр воды просто если рассол останется пусть лучше он раз останется чем его не хватит и так ставим кастрюлю на плиту доводим до кипения в кипящую воду засыпаем соль соль засыпаем 100 грамм на литр воды это для первого рассола мы засыпаем 100 грамм для второго рассола мы уже засыпаем 110 грамм на литр воды но об этом я вам расскажу позже и так засыпаем 100 грамм на литр воды у меня здесь два килограмма сала я ставлю на плиту два литра воды и воду засыпаю 200 грамм соли берите соль обязательно без добавок чтобы она была не иодирована никакая именно соль без добавок потому что если возьмете другую соль с добавками она может окислиться и будет не очень приятно вообще засолки и консервации никогда не используйте соль с добавками и все рассол мы кипятим и кипящий оставляем остывать где-то примерно градусов до 60 чтобы он был такой довольно горячий но не кипяток и так рассол у меня уже подготовлен он здесь как раз температуры примерно 60 65 градусов берем тару какую вам удобно у меня вот такая чаша от мультиварки очень удобная и в эту чашу мы закладываем сало закладывайте как вам удобно произвольно абсолютно как хотите закладываем сало у меня здесь белые есть кусочки то есть потому что это сало мы солим для себя грудинка всегда получается жестковатая какой рецепт вы не найдете она везде получается довольно жесткая а здесь в этом рецепте получается она настолько мягко что я даже сама если честно была в шоке потому что я сама не любитель соленого салона у меня безумно сало любит муж и поэтому для него я стараюсь экспериментирую постоянно и так сало мы с вами подготовили сложили его в тару далее это сало мы заливаем раствором поскольку раз рассол горячий можете пользоваться любым приспособлением я буду заливать поварешкой берем рассол размешиваем его вообще в нем соль уже конечно разошлась но я всегда так делаю это первый рассол в него мы не добавляем ни специи ни чеснока ничего и вообще в рассол я ничего не добавляю в этом и суть ни специи ни чеснока ничего только соль сейчас мы заливаем сало первым раствором оно будет у нас стоять трое суток при комнатной температуре но я его ставлю в прохладное место чтобы мне просто так удобнее я ставлю в прохладное место на трое суток прикрываю его крышечкой не полный а чтобы оставалось место и либо тарелочку можно подобрать соответствующего диаметра и ставлю на трое суток далее этот рассол мы с вами будем сливать и так заливаем салор нашим рассолом подготовленным заливаем аккуратно чтобы рассол покрыл все сало сверху и так сало рассолом мы с вами залили сало покрыла рассол салфа крыла рассол сало мы с вами засолили и сейчас мы это сало с вами оставляем прохладном месте на трое суток для того чтобы первым рассолом вытянуть всю капиллярную кровь из сала потому что при забое все равно соли остается кровь и вся эта кровь уходит в рассол и потом это неприятно пахнет начинает быть скользкая не очень приятно этот рассол мы будем сливать и так увидимся через трое суток и так прошло трое суток сало у нас отстоялась в рассоле сейчас мы с вами будем его перекладывать в другую банку в банке я перекладываю сало заливая уже новым раствором и ставлю просаливаться уже в темное место то есть мы убираем в погреб на хранение вообще это сало должно просаливаться 21 день но мы не ждем столько у меня мы уже на третий день то есть ну после сечения трех дней уже берем несколько кусочков обмазываем специями и муж у меня кушает но вообще по госту оно должно стоять 21 день но она в принципе может стоять и дольше это неважно главное чтобы не меньше чем 21 день но в принципе кушать его можно уже вот после трех дней и так мы берем наше сало она у нас уже вытянула всю капиллярную кровь из него и перекладываем его в банку банки чистые стерилизованные мне так удобней у меня и бабушка так солила все время в банках только она посолила сухим посолом в рассоле она уже не так давно стала солить но мне так удобно достал потом из баночки и все вообще вот уникальность этого рецепта засолки в том что что в первый рассол что во второй рассол для сала не добавляется ни чеснок не специи не перец ничего потому что все это дает окисление то есть это дает окисление и вкусу сал уже получается не такой и так сало в банку мы с вами сложили сейчас я вам покажу для чего мы именно сливаем первый рассол сколько он вытянул капиллярной крови смотрите это посуда темная но я специально приготовила тазик светлый чтобы вам показать насколько это возможно вот смотрите какой рассол бурого цвета посмотрите сколько крови он вытянул а сало у нас было светлое на секундочку поэтому для этого мы сливаем первый рассол потому что люди которые не сливают рассол в этом их есть ошибка потому что они оставляют на хранение сала вот в этой крови она естественно начинает бродить начинает пахнуть начинает покрываться коркой слизь какая-то образуется это не очень приятно потом сало приходится промывать делать кучу разных манипуляций поэтому вот именно для этого мы сливаем первый рассол чтобы сало дальше у нас было более менее светлым все равно даже после второго рассола когда мы достаем сало уже для того чтобы обмазать его специями чесночком положить в морозилку оно все равно бурого цвета вода но не там не настолько то есть как бы в идеале можно еще и 3 раз слить но я для третьего раза не сливаю потому что я попробовала сливать второй рассол попробовала когда он третий то есть разницы особой нет поэтому 1 я сливаю а вторым уже закрываю на зиму и так здесь мы сало переложили первый рассол мы с вами сольем сейчас мы также приготовили новый рассол только в новый рассол мы все делаем тоже тоже также но в новый рассол мы насыпаем уже 110 граммов соли на каждый литр воды то здесь у меня грубо говоря 2 литра воды 220 грамм соли я делаю это для того чтобы для своего спокойствия грубо говоря чтобы быть уверенным точно что она не испортится потому что мы его закладываем уже на хранение и так рассол мы все также абсолютно готовим никаких специй укропа чеснока горошка перца лаврового листа мы ничего туда не ложим здесь только соль и вода и также мы заливаем этим рассолом сало в банке делайте это пожалуйста аккуратно потому что рассол все равно еще очень горячий в гостовском рецепте основном написано что нужно рассол охладить и холодным рассолом заливать но когда я попробовала это сделать мне не понравилось потому что у сала шкурка была жесткая поэтому я заливаю а тете у меня соль она заливает прям горячим рассолом поэтому я решила поэкспериментировать стала заливать теплым раствором ну таким как бы не особо горячим но и не холодным и получилось идеально то есть и сало получается очень вкусное у него очень мягкая шкурка нам очень понравилось нашей семье заливаю я прям под крышку чтобы воды было много потому что сало все равно будет оседать вода будет уходить сало чтобы сало прям плавало и так сало рассолом мы с вами залили сейчас мы закрутим крышку и отправим его на хранение в темное место на 21 день мы отправляем его в погреб а сейчас я вам покажу сало который уже отстоял 21 день в темном месте что мы дальше будем с ним делать и так посмотрите вот это сало мы посолили сейчас это сало мы для примера вам достали из темного места стояла она у нас погребе месяц мы его солили месяц вот этому салу посмотрите вот это мы как видите светлое потому что мы его только залили вторым рассолом а это все равно такое бурая потому что смотрите независимо от того что мы сливали первый рассол у вас все равно сало вытянет капиллярную кровь еще вторым рассолом вот почему мы первый рассол и сливали если бы мы первый рассол не слили она бы у вас не могло так долго стоять вот поэтому сало портится тогда когда люди не сливают первый рассол в первый рассол из сала выходит вся кровь которая осталось после забоя. То есть сало, даже если с мясом, даже если кусочек мяса туда попал, все равно там останется капиллярная кровь. И вот соль будет вытягивать эту кровь. И поэтому вот сало, когда в рассоле солят в первом, туда добавляют соль, специи, еще что-то, оно тянущий, такой рассол становится противный. Сало начинает портиться, то есть долго оно не хранится. Поэтому есть такое ошибочное мнение, что сало в рассоле плохо хранится. Вот именно оно плохо хранится, если вы не слили первый рассол. А желательно вообще сливать и второй. Но у меня второй получается не очень бурый, потому что у меня в первом рассоле стоит оно, ну, довольно долго. Поэтому я второй рассол не сливаю. У меня хранится все прекрасно, так что попробуйте. А сейчас еще для чего мы достали это сало, когда мы начали снимать видео и заготавливать новую партию сала, муж у меня внезапно вспомнил, что у него закончилось здесь сало. Ну, до этого мы доставали, он кушал и затребовал, в общем, он у меня сало, чтобы я ему натерла. Сейчас я вам покажу, как мы делаем. Мы не закладываем специи в первый рассол и даже во второй мы специи не закладываем. Сало мы солим просто. Сало, соль, вода. Все, больше там ничего нет. Потом я достаю сало, натираю его чесноком, черным перцем, закладываю в пакеты и убираю в холодильник. Так оно хранится, а лучше же убрать в морозилочку, чтобы оно подморозилось и тоненько резалось и было очень вкусно. Достали мы с вами кусочек сала, сейчас мы его натрем обильно чесноком и черным перцем. Ну и такой еще небольшой совет лично от меня для вас. Я лично не тру чеснок ни на чеснокодавке, ни на терке, ни на чем. Я чеснок всегда крошу ножом, мелко крошу ножом, потому что именно тогда, когда ты крошишь ножом чеснок, мне кажется, чеснок отдает более много аромата. То есть чеснок какой-то более ароматный становится. Когда он от чеснокодавки давлен, это не так. Он не такой ароматный. А вот когда режется именно ножом, измельчается мелко, тогда он очень ароматный. Вот посмотрите, мы очень обильно натираем. Прямо не жалеем ни чеснока, ни перца. И все это убираем в мешочек. Кстати, я всегда пораскладываю в мешочек один кусочек, чтобы у меня муж сел. Ну это, конечно, большой кусок, за раз он такой не съест. Но где-то на раз, максимум на два, чтобы ему хватало. Достал, разморозил, съел и все. Чтобы не перекладывать, ничего такого, ничем таким не заниматься. Сейчас мы с вами еще натрем. Вот тут пару кусочков, раз уж я их вытащила. Сейчас мы их обильненько прямо натрем. Чесноком, специями. Вы натирайте, чем хотите. В общем-то, есть разные рецепты. Кто чем натирает, то, чем любит. Но мы, точнее мой муж, любит классическое сало. Именно с чесноком и черным перцем, чтобы ничего лишнего там не было. Итак, сало мы с вами натерли. Посмотрите, какое красивое оно получилось. Уже убрали в пакетике. Сейчас мы с вами разрежем, посмотрим. Я вам покажу, какое оно получается в разрезе. В общем, что я хочу вам сказать. Если вы или в вашей семье кто-то очень любит соленое сало, настоятельно рекомендую вам засолить сало именно по вот такому рецепту. Обещаю, вы точно не пожалеете. Потому что все, кто пробовал у нас это сало, сколько мы его продали, сколько у нас приезжали родственники, пробовали. Всем безумно нравится такое сало. У него очень мягкая шкурка. Оно очень вкусное. У него всего в меру. И когда его разрезаешь, стоит аромат. То есть на всю кухню. То есть если кто-то заходит в дом, сразу чувствуется, что здесь едят соленое сало. Поэтому попробуйте и напишите в комментариях, понравилось вам, не понравилось. Как вам наш рецепт. Может быть еще что-то там хотите предложить свое, что-то новое. В общем, пишите. Я буду очень рада обратной связи. На этом на сегодня все. С вами была Екатерина. Всего вам самого хорошего. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами был Игорь Негода.